Уважаемый Имамалий Шарипович, спасибо большое, что приехали к нам на торжества по случаю Дня Победы. Это наш общий праздник, мы с вами многократно говорили об этом, в том числе и вчера, и сегодня в течение наших встреч и контактов. Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одни из первых, кто сказал об этом по случаю теракта в Москве. Наши специальные службы активно работают для оккупирования общих угроз, потому что терроризм представляет угрозу для всех стран, для России, для Таджикистана. Работа эта налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с вами поддерживаем эту работу и будем ее делать дальше. Что касается других составляющих, прежде всего экономики, то должен с удовлетворением отметить, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Мы занимаем первое место по уровню товарооборота. Причем отношения наши развиваются все активнее и активнее по очень многим направлениям, и это не может не радовать. У нас есть возможность сегодня обсудить всю совокупность нашей совместной работы. Еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть. Уважаемый Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, большое спасибо за приглашение, за гостеприимство, прекрасные условия. Во-первых, хотел бы поздравить вас с праздником Победы. Это наше общее правило. Я вчера в своем обращении к народу говорил, что 50% трудоспособного населения тогдашнего Таджикистана участвовали в войне, и лет 300 тысяч. Что касается наших двусторонних отношений, то идет по нарастающим торгово-экономическим сотрудничеством в гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете, более 30 лет наша позиция такова. Неоднократно я заявлял с трибуны ООН о том, что мы против данных стандартах борьбы с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет Родины. С ними надо бороться. Сообщем. Везде, всюду. Наши спецслужбы работали все эти годы очень хорошо и работают, поразовывают. Только, к большому сожалению, от того, которое случилось, народ Таджикистана и правительства, и Алиша позвонил. Мы сами пережили и до сих пор более 30 лет воюем против экстремизма, терроризма. Не просто по нас слишком знаем, что такое экстремизм и что такое терроризм. Вы знаете, где находится Таджикистан, поэтому это глобальная проблема. Что касается некоторых других вопросов, я думаю, что, конечно, наши и другие хотят поссорить различными методами, путем. Ну, я думаю, что то, что наши позиции, наши, вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником. Россия имеет самую-самую большую военную базу за определение своего государства именно в Таджикистане. Все эти годы мы не меняли свою позицию и не сомневаемся менять. Нам надо еще продолжать, нам надо работать, нам надо вместе бороться с глобальными вызовами, глобальными угрозами. И, конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению наших трудов эмигрантов. Это для нас очень такой шепетильный и один из главных вопросов, поскольку демографический уровень Таджикистана, два с половиной роста населения ежегодно, это был один из лучших советских республик, которые во всех комсомольских стройках, крупных стройках участвовали таджики. И сейчас участвуют трое, особенно в строительстве. Таджики – это очень древнейший народ, имеющий древнейшие истории, культуру, цивилизации. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо, и то, что это наносило очень серьезный урон по имиду, истории, культуре, традиции нашей нации. А мы будем в дальнейшем работать с вами, тесным контактом. Прибывая перед вылетом, я открыл крупнейший мемориал честных участников Великой Отечественной войны, Порта Победы, с участием представителей Государственной Думы Российской Федерации. Это уникальное место, самое-то достоинное место душами нашей столицы. Это говорит о многом. Вы знаете, личное мое именно отношение к культуре, истории, русскому языку и вообще наши личные доверительные отношения. Поэтому мы хотим жить в цивилизованном мире. Россия всегда была, я думаю, что останется центром светской цивилизации, постсоветском пространстве. Присутствуя на этой торжественной параде, действительно, это наш общий праздник, который нас объединяет. Поздравляю, да, все души, поздравляю весь народ Государственного Совета с этой очень уникальной исторической победой. Спасибо. 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 Продолжение следует...